приветствую дорогой зритель сегодня смотрим за левкиным и лично мне очень сильно понравилась именно эта катка такой небольшой спойлер здесь короче у него будет м g3 и я что-то не припомню чтобы в последнее время у кого-то видел такой хороший спрей-контроль с этой пушки помимо просто обычного контролирования отдачи как мы впрочем привыкли видеть у левкина что-то какой-то прям мега жестким трекинг за оппонентом то есть вот оппонент бежит и у него прицел супер четко приклеивается к нему ну примерно то что вы сейчас видели то есть что соперники отлетают прям за доли секунды естественно не на такой дистанции но вот что-то все равно очень жесткая но и при этом по моему он здесь как раз таки катается низкой кратностью прицелами то есть вот с точкой иногда с мушки вот может быть из-за этого это вот мы знаем есть такая азиатская фишка что они там катают с небольших прицелов и стреляют из них на довольно таки далекие расстояния и при этом делают это мега успешно вот например тут же парабой это очень часто показывает сейчас поглядим в исполнении левкина пока прям все мега четко то есть каждый спрей летит туда куда надо и практически без промахов хотя расстояние довольно большие каком пацанчику спину зашел так резко чел даже развернуться не успел нормально сосновка урожайная соперников достаточно много поэтому прям поля чем вот тут уже прям конечно дистанция слишком большая вот она нашел тройку здесь будет конечно полегче друзья хочу напомнить вам что спонсором данного видео является компания 1x очень надежная мы с ней работаем уже много лет у них лучшие коэффициенты наиболее широкая линия поэтому если вам нравится наблюдать за киберспортом за спортом за какими-либо мероприятиями и вы хотите подогреть интерес к просмотру то максимально рекомендую ссылочка есть в закрепленном комментарии а по промокоду ракет вы сможете получить до 520 бонусов поэтому всем вам удачи только победы выигрышных ставок ну и спасибо за поддержку а мы продолжаем с левкином без ручки конечно конечно слушайте а я что-то пропустил то что-то какие-то бешеные скины новый режим выглядит конечно интересно вообще я кстати не понимаю зачем люди занимают вот эту позицию на тарелке на мой взгляд она такая слабая то есть в плане того что на тебе не дает какого-то супер мега преимущества да это высота но она небольшая то есть ты не сказать бы что прям очень много видишь здесь но если у тебя нет тачки вот у льва сейчас здесь есть но при этом если у тебя нет авто то закрыть тебя с какой-нибудь казармы или с любого другого места это не составит прям особо большого труда то есть прям вынужден быть запертым на этой позиции либо там перебегать куда-то через задницу на шаре чем странная тема если честно похоже что сосновка опустела вроде как зачищена ну да можно ехать можно двигать в кибернетический организм или нет пытается со снайпы высадить тачку пожелаем ему удачи конечно в этом вот здесь единственное что очень так неплохо вышел не повезло немножечко легкий но да в пули капот летели довольно некомфортно для него но все равно перестрелял сориентировался по ходу дела это кстати тоже такая важная черта сильного игрока адаптация быстро есть все то есть когда что-то идет не по плану ты прям по ходу дела сразу же реагируешь и моментально корректируешь все какие-то мелочи которые мешают убить соперника или наоборот выжить на тыквах никого то не реагирует можно прям сверну до аптеки валяются значит тут вообще особо никого не было три аптеки есть у левкина более чем достаточно решает ничего не собирать и побыстрее двигаться сторону предполагаемого места еще соперников сейчас поглядим так справа с никто не закрывает вроде но на маяке никого на заправке а где все куда все спрятались я не понимаю что это такое ладно может там основной файт починках или общагах мне очень интересно с коллиматора стрелять вот на дропе надеюсь что хоть кто-то будет плюс там машинка нужно быть осторожным по-моему левкин там кого-то увидел по крайней мере он сказал смотрит именно туда и вот тут же начинают накидывать с микро узи к судя по звуку и у кого нет пока не так подъехали невозможно было услышать согласен вообще просто в спину подкрались это новая тачка ниндзя друзья мои на воздушные подушки абсолютно беззвучно ничего не слышно и я замечаю что ты играешься люди не понимают абсолютно где ты находишься и ты также не понимаешь и мне это не очень ясно это не очень прикольно по ходу дела не в наушнике на ультра и обратно вот наушники поменял я уже говорил но это не помогает особо ну вообще это да такая знаете распространенная система что бывает просто не из чего как будто бы ломаются звуки в игре и ты не можешь правильно ощущать и понимать где кто находится вот здесь я могу посоветовать разве что как-то посмотреть чул так а за потому что вот из всех за кем я смотрю у так а за прям как-то мега топово выстроены звуки я не знаю что он для этого сделал но у него прям слышно не знаю как как комар пердит где-то там в соседнем доме то есть прям вообще и притом позиционировали достаточно хорошие звуков но мне кажется тут дело явно не в наушниках тем более улегки на недостаточно качественные хорошие там это что-то либо в настройках либо там может это подкрутить какой-то какие-то эквалайзеры частоты и прочее прочее потому что такое тоже бывает если какие-то частоты я всегда путал там рассказывали верхние или нижние уходят вверх то начинается такое что звуки накладываются друг на друга и вот например те же самые шаги уже не настолько четко отображаются поэтому можно посмотреть на настройках именно девайса тем временем закрыл еще парочку оппонентов 11 фрагов забрать свои вещи откуда да естественно с таким у там особо играть не хочется я не знаю что там у ребят происходит наверняка уже все закончилось давным-давно ну там башни в теории могут просто сидеть и занять позицию байдить на какой-то дроп плюс еще себя что там дым идет так что нормально увидел как кто-то проехал спереди решил остановиться уху да мне кажется левкину и не нужен прицел еще что-то просто выглянул и за 0 секунд убил максимально качественно максимально жестко но сама катка не простая но знаете вот обычно так бывает когда у тебя идет все хорошо прям и как будто расслабляешься и и так жестко тащишь как когда вылазишь прямо из самого-самого говна такое есть в принципе амуниция у него более менее неплохая единственное что первый жилет так неприятно в остальном нормально так начать чекаем башенку тоже было легко скилл вот этот я еще раньше не видел левкины сейчас это вызвать что уазик себе на парашюте мне кажется такая себе тема шар гораздо полезнее будет а вот вот сейчас он услышал ползунка мне кажется что червячок не смог от него спрятаться и там ничего не осталось а в дроби всегда валяется что-то приятное не повезло заметил пацанчика слева будет сейчас выходить на него естественно его тоже слышат так что будет сейчас попытка встречи они этому парню по херу у него походу тоже наушники не очень хорошо настроены вот здесь от левкин спалился выстрела мечел выходит на него довольно таки больно выкидывается граната молотов выводят левкина из-за укрытия он должен что-то придумывать и здесь дропшотит просто на последнем хп выживает довольно таки тяжелая была ситуация если бы было больше двух соперников то уже можно было бы и я как будто слышу уберечь здесь но вывез хорош на скиле тоже кстати обратите внимание за счет хладнокровности здесь затащил также друзья мои хочу напомнить вам про телеграм-канал который вы сможете найти по ссылке в описании там идут анонсы всех видосов всех стримов сбрасывается запрещенка за стримов там очень горячие кадры поэтому даже если зайдете под первой ссылке в описании в телегу у вас может быть написано что канал заблокирован это неправда и там уже заблокирован просто зайдите по второй ссылке там есть гайды как убрать ограничения чтобы вы были безграничны и могли смотреть любой контент в интернете который вам захочется поэтому заглядывайте там интересно вот он он дроп и вот он он м g3 друзья мои просто орудие богов я бы сказал потому что урон который она показывает какой-то невероятнейший ну и умелых руках это настоящее орудие смерти что я в принципе думаю мы сейчас и увидим естественно самое важное переключил на 990 выстрелов в секунду в минуту точнее секунду было бы вообще классно и поехали так вот он он да взял себе тачку это это же тачка ну да вообще их выдавит он нас чекает видно чека когда еще такое большое не шарп на мой взгляд точно гораздо удобней его за игру используешь там в тысячу раз больше вот эту тему ну сколько это раз используешь или подождите или это airdrop если это флэйр дроп тогда круто может я просто не разобрал сейчас проверим не тачка ну такое его и так был уазик 5 соперников всего лишь 16 точнее 4 главное это не остаться один против сквада хотя я думаю легкими один в четыре затащит но тем не менее будет не так приятно так пошла стрельба ножичка так просадили его по хп вынужден отъехать похилиться между собой вроде пока что соперники не перестреливаются полная шкала буста плюс бинтики хорошо окна все ломает да стрельнул бы уже о спасибо врата нормально еще на тачка но немного не туда куда хотелось бы можно складировать их ну просто ну раз уже есть чтобы не использовать да пока д заполоним всю катку вот такими автомобилями там соперник в поле его бы наказать за это на позиция пока не очень удобная у левкина да вот он бежит вполне вероятно если он сейчас выглянет по нему начнут накидывать но нужно просто быстро это сделать да вот он тоже понимает это поэтому присел чтобы не получить по башке потом обратно вылез и первый ног есть это было легко тут прям ошибка конечно от оппонента при условии что у них еще и тачка была чуваки что вы вообще творите да вы гоните тут хороший вопрос стоит ли отпускать или ехать в поле и пытаться добить мне кажется можно было бы вот на авто подъехать и с пересадкой попробовать здесь потому что не знаю где еще оставшийся 3 чтобы в спину тени накидали но гранатки принципе работают нормально здесь правда одну его ну нынче страшно че когда они добавят как в пока версия что эти стога ломать можно было бы круче но тут вот видите да чуть не отлетел из-за того что решил проехаться без машины очень пробежаться но им взорвал тачку это тоже большой такой плюс . то есть они сейчас будут вынуждены бегать пешком здесь прям нужно вглядываться в каждый пиксель потому что на такой дистанции кушарях вот в этом поле не особо что-то видно и чуваки могут перетянуться какой-нибудь неприятный угол занять так вон было видно что один перебежал направо вот он он бегает вот они оба бегают нужно нужно наказывать вот такое прям наказание да все отлично 1 есть 2 тоже до свидания где 3 3 вроде как явно был не с ними здесь главное сейчас про спину не забыть добил ли их левкин да все один на один но о чем в зоне у него топовая позиция идеальный дом можно даже со второй этажа попытаться начекать но вот здесь вот опять же проблема в этом доме то что он не позволяет по бокам смотреть только перед зад где-то здесь 3 судя по смоку похоже что за этим строгом 2 гранатку налево лучше кинуть а хорош вдруг залетит ну тут вот сейчас знаете что главное главное не выбежать не ошибиться то есть бывает такая тема шила в заднице оля так это гений он кинул байтовый смог и спрятался совершенно в другом месте хорош но вот опять же левкин не стал торопиться и его краем глаз заметил ну и что это сейчас будет сковородочка надеюсь туда главное его хотя бы увидеть можно было бы еще тоже не палиться что ты его видишь там кинуть смог налево еще что-нибудь сделать вид что ты прям такой пока что отбитый так сказать да здесь можно залезть на крышу ну все ну короче такое проигрывать невозможно зону на льва чувак в поле и вот он ползет ползет все до свидания просто стер уничтожен до свидания дружочек это было легко но я друзья надеюсь что данный видос вам понравился спасибо за просмотр напоминаю что я каждый день стримы на твиче буду очень рад вас там всех видеть ссылочка есть в описании приходите я вас жду и конечно же всего вам наилучшего следующее видео совсем скоро что-то